В понедельник на работу ехать очень тяжело. Мандей фарш включил-послушал и от сердца отлегло. Всем привет! С вами импровизационно-новостной подкаст «Мандей фарш». И у нас в студии Максим. Я в студии Борис. Да, да, и я здесь. Привет. Ну, просто у нас импровизационно-новостной, поэтому я пытаюсь импровизировать. Слава Богу, ты пытаешься это делать. Есть Олег. Всем привет. Отлично. Ну и Костя в здании. А мы импровизационно-новостной или новостно-импровизационной? Да, что у нас в приоритете? Я думаю, импровизация, судя по тому. Приоритете у нас люди, Максим. Так как мы customer-friendly и listener-friendly, мы вынуждены извиниться перед вами, наши дорогие слушатели. За все эти два года, что мы выходим? Ну, во-первых, за это. Во-вторых, за то, что мы ввели вас в заблуждение. Мы неправильно сообщили информацию о президентах США в прошлом выпуске. Мы сказали, что Гамильтон был президентом США, а это не так. Он был другом президента США. Близким другом? Первым другом. По следам этой ошибки, во-первых, огромное спасибо Оле, то, что она привлекла наше внимание и ваше теперь внимание к этому факту. А во-вторых, Максим вот настолько его тронул за живое, то, что я не остановил никого и не поправил то, что Гамильтон не президент. И сам сказал, что он не президент, что теперь он мне подарил целую книжку про президента в США. И мне придется на новогодних праздниках ее читать, изучать. И, видимо, придется рассказывать. Меня все еще удивляет, почему при таком количестве ошибок, которые мы делаем, мы извиняемся только, когда речь про президента в США идет. А, кстати, помимо всего прочего, Гамильтон еще и на деньгах есть. Поэтому я, наверное, поэтому мы спутали его с президентом в США. На двадцатке там есть женщина какая-то, которая боролась с рабством. Она точно не была президентом в США. Или не на двадцатке, может, на двухста? Нет, на двухста. На купюре 37 долларов 29 центов. Это ровно столько, сколько Олег тратит в Панда Экспресс. Сколько у него в кармане сейчас с собой? Это прожиточный минимум для женщин в США. Это прожиточный минимум на какой промежуток? Да. В девятнадцатом веке. И на первые полдня, видимо... Нет, стоп, в девятнадцатом веке у них не было прожиточного минимума. Согласен, да. Пожиточный минимум такой же, как у мужа. Слава богу, что эти времена закончились. Да, и времена, когда только Олег обвиняли за сексизм. Они тоже закончились. Теперь все. Вы знаете, кстати, по следам вот этого вопроса про сексизм, недавно я ехал в машине и по радио услышал какую-то совершенно сексистскую шутку. А потом понял, что это ты. А потом понял, что слушаешь Манды Фарш. А это было бы смешно, но нет. Просто это меня за живое задело. И я как бы... Прямо вот реально... Меня это так сильно возмутило, что я решил рассказать. Но, к сожалению, за вот эти три недели, которые прошли с тех пор, я забыл, что же это была за шутка. Но, в общем, я против сексизма. Мы в каждой передаче пытаемся сравнить себя с чем-то из мира нашей жизни. Поэтому мы, как музыкальная премия Виктория, из наших записей тоже куда-то пропадают слова. Ты имеешь в виду слова про тесто? Вот меня больше смущает то, что мы уже второй выпуск, говорим о пропаже чего-то. Все время что-то вырезают, исчезает что-то постоянно. Что-то запрещают. Но пойми, если бы этого не было, то у нас бы передачи не было. У нас хаос был бы. А что произошло с премией Виктория? Ну, во-первых, мы узнали, что она существует. Я думаю, это продуктовый магазин, если честно. Да, победители как бы проигрываются в магазине Виктория здесь в следующий год. Ну, в общем, по «Россия-1» транслировали музыкальную премию Виктория. И на разогрев вышел совместный проект группы B2, Манижи и Леонида Агутина, «Куртки Кэбэйна». Вот, и у них есть песня «Люди на эскалаторах», и в тексте этой песни есть слово «Протесты». И так забавно сложились обстоятельства, что во время прямого эфира из живого выступления и исполнения этой песни куда-то это слово пропало. Его заглушило случайно. Да, вообще непонятно, каким образом. Там помехи случайно. Упала кружка кофе на пульт звукорежиссера. Да, и звукорежиссер, когда спросили, а что же произошло, он сказал, ну, это просто досадный технический брак. Такое бывает. О каких протестах идет речь в песне «Люди на эскалаторах»? Это вот когда ты поднимаешься, и тебе говорят, «Занимайте обе стороны эскалатора, правую и левую». Это такой «Нет». Или это когда в час пик на платформе собирается миллион людей, и это воспринимается как протест? Потому что, а что это они там вместе? Они выкрикивают лозунги. Все стоят и ждут чего-то. Когда откроется движение? То есть вы хотите сказать, что если поезда долго нету, то это превращается в несанкционированный митинг? Да. Да, потому что огромное количество людей собирается в одном месте. Теперь понимаешь, сколько зависит от точности работы метрополитена? Да. Сколько несанкционированных митингов предотвращается каждый день? Ну вот, мы говорили, что из песни слов не выкинешь, но как, оказывается, можно не выкинуть, но заглушить. Я, кстати, никогда так не говорил. А значит, это можно и вырубить топором то, что написано пером. Слушайте, а может, у тебя это за рукописи все-таки горят? Да. И рукописи горят. И в колодец можно поливать. Подожди, а слово, получается, слово воробей? Ну и работа, получается, волк. Слушайте, я хочу поделиться историей. Тут ехал в метро, и у нас, получается, в метрополитене почти в каждом поезде теперь появились телевизоры, и там крутится Москву-24. Даже то, что ты с вами телевизором ездишь, это не значит, что у всех ездишь? Нет, там реально есть планшеты, на них показывают Москву-24. И там рассказывали про эпидемию гриппа. И они посоветовали, вот эксперты телеканала посоветовали очень странную вещь для профилактики гриппа. Они советуют сбрить бороду. Ну, это логично. Там, может, микробы застревают в бороде, и у тебя больше вероятности их вдохнуть. А может, наоборот, из-за бороды появился грипп. То есть это Петр Первый иммунологом на Руси. Да ты сейчас гриппом заболеешь. Прикольно, да. Ну вот, получается, он пытался предотвратить эпидемию. Не важно, что слово грипп не знали тогда. А назовали по-другому как-нибудь. Инфлюенса. Да, очень похоже на что-то древнерусское. Подожди, а получается, это исключительно женская, что ли, болезнь? Наоборот. Нет, подожди, если ты... Заболел бороду, гриппом не заболел. Значит, женщина гриппом не болеет по определению. Нет, ну подожди, у тебя... Сексизм. Подожди, у тебя необходимые условия того, чтобы ты не заболел гриппом, у тебя не должно быть бороды? Или именно сам процесс сбривания ее приводит к тому, что ты, ну, как бы вырабатываешь антитела? Да, наверное. Нет, ну глобально, я думаю, что в том, что если у тебя есть борода, то просто реально, как Максим объяснил, там бактерии просто застревают. А, это просто поговорка. Если у тебя есть борода, я скажу тебе да. Да, и как бы грипп тоже такой. Это вирус гриппа, да. Да. Песня вируса гриппа. Если у тебя есть борода, скажу тебе да, когда ты сбриваешь бороду, то вирус гриппа говорит... Ну, нафиг. А, вот почему Тимоти после этой песни стал рекламировать Тантум Верда. Да. Все понятно. Мы разгадали этот тайный... То есть, на самом деле, это не бессмысленные песни, а это огромная мультивселенная Тимоти. А еще оказывается, что нас слушает верстальщики газеты «Ведомости», потому что после того, как мы упомянули в эфире шутку про Хубло, которую вырезали из сериала «Слуга народа» на ТНТ, «Ведомости» сделали первую полосу, как они утверждают совершенно случайно, где на первой полосе статья про Зеленского и его большая фотография, а внизу реклама часов Хубло. Мне все время нравится наша... Наша самоуверенность. Да, наша такая уверенность в том, что именно после того, как послушал Татьяна Лысова, главный редактор ведущего... Чёрта Лысова. Да, после того, как Татьяна Лысова послушала какого-то Чёрта Лысова в подкасте «Манды и фарш». Именно после этого она решила совместить эту рекламу. На самом деле, кстати, ну да... Слушай, ну лучше так считать, чем считать, что у нас вторичный юмор, который супер банальный и который всем сразу приходит в голову. Напоминаем, у нас есть YouTube, куда мы выкладываем наши записи. А ещё мы собираем на новое оборудование, поэтому можете поддержать нас на Яндекс.Хошеке. Все подробности в описании. Пресс-конференция президента. Эти слова звучали всю неделю. Прямая линия? Нет, прямая линия — это с народом когда. А, это другое? А это не народ, это журналисты. Подожди, а у Медведева была прямая линия? Нет, тоже пресс-конференция. Прямая линия была... В июне или в мае. Ну, когда-то летом, да, когда там из больницы включали, когда там белухи, косухи, там кто они. Да. А, ну то есть у неё такой полугодовой цикл. Во-первых, нас не позвали. Но они знают, что мы импровизационный новостной подкаст, и как бы новости только на втором плане. Что мы там зададим, неизвестно. Например, брейте ли вы бороду, чтобы не валить гриппом. Я понимаю, да. Мы не будем, конечно же, отвечать на те же вопросы, на которые ответил президент. Но мы можем пройтись по самым ярким плакатам и транспарантам, которые держали участники, которым так не удалось задать свой вопрос, предположить, что же конкретно они имели в виду. Давайте. Плакат «Я видел боль». Я думаю, что это про фестиваль «Боль». А может быть, он видел документальный фильм про фестиваль «Боль». Нет, он просто был на этом фестивале. Я хотел спросить у Путина, как он относится к группе «Деревянные киты». На что Владимир Владимирович говорит, ну, смотрите, «Косух» мы уже отпустили. Ну, смотрите, первых альбомов был ничего. Да, но потом они стали много пить, а «Синние киты» уже как бы... И превратились в мертвых дельфинов. А может быть, просто не весь плакат, может быть, там «Я видел большевиков» или что-нибудь. Кстати, интересно, да. То есть, это такой триггер. Да, я видел больницу. А вот интересный плакат «Дайте яду». Да, мне вот еще нравится «Чисто крымская хурма». Ну, просто хотели поделиться. Я думаю, это название подкаста из Крыма. А «Дайте яду» все-таки, что люди имели в виду? Которые нам никто не подчисляет. «Яндекс, деньги, управление». Да. Ух, ничего себе, они еще себе золотую акцию тоже захотели. Да. А может быть, это была такая мета-шутка, потому что, ну, вот, публичное внимание — это яд. И они, как бы, дайте нам публичного внимания. Дайте нам немного этого, да, медийного яда. Ну, это общество отравителей России. Большая проблема. Не можем мы закупить за границей за санкции. Не можем закупить цианид калия. Есть ли у вас? Вы же разведчик. У вас должна быть. Влацка не зашита. «Россия. Депрессия». Вот такой интересный плакат. Вернее, «Россдепресс». Я бы даже так... Потому что «Сия» была отдельно вынесена. Я думаю, у них было просто предложение по созданию нового министерства. Нового госфедерального агентства по борьбе с депрессией. Они хотели отчитаться о выполненной работе. Выполнение всех майских указов. Да. Ну, естественно, там... А самый красивый плакат — это... На котором написано «Давай поженимся». Давай поженимся, да. А как вы думаете, это Гузеева пришла спросить что-то или нет? Ну, пригласить его на передачу. А в качестве? Хвостяк? А, кстати, наверное, очень много пишут свободных невест о том, кого они себе представляют в качестве идеальной фигуры. Многие пишут «Путин». Нет, просто они описывают этого человека так, что попадает только... Что Гузеева понимает. Вы знаете, мой идеальный, да, он президент России. Интересно, кто же, кого они имеют в виду. Ну, то есть, как минимум, два кандидата, все. Ну, из ныне действующих. И высокий. А вот «300 спартанцев» был плакат, как вы думаете? Это царь Леонид хотел задать вопрос? Нет, думаю, что просто... Нам прикрывать ущелье или нет? Где ксерокс? Да. Где ксерокс? Нам нужно отсканировать плакаты просто. «Is this Sparta?» И тогда... Тогда Ваню Анюш встает, пинает его ногой в грудь и говорит «This is Sparta». Вот. Это добавило бы, мне кажется, живых конференций. Сколько шла конференция? 4 часа 17 минут. Как вы думаете, это какой-то посыл? 3 минуты не хватило до 4.20. Значит, через 3 года будет легализация. Я думаю, Низ Игорь сейчас напишет статью большую об этом. По-любому Алгор выиграет. Алгор это... Алгор это суперкомпьютер. Сокращен от алгоритм. Но он же не Алле, он... Алле? Подожди, Альгор это если он был из Ближнего Востока. Альгор. Разалгун. Это... Разалгун это супергерой, который мешает врать людям. Ты с Бэтмена же. Разальгул. Да, Разалгун это какой-то такой... Типа очень... Это как домовенок такой, да. Власти Краснодарского края собираются потратить порядка 50 миллионов рублей на освещение работы губернатора и администрации региона по телеку. Я сначала думал, что просто 50 миллионов рублей на освещение. Да, вот у меня тоже такая... Или освещение. То есть, типа, чтобы все время ходили люди, где не операторы, а осветители... Их с кадилом люди приходят. Монахи с кадилом. Не освещение. Не, не, именно свет. Все время подсвечивали, да. Вот, например, когда он захочет страшную историю рассказать, ему хоп, фонарик снизу. В общем, нужно уточнить, стоимость контракта с подрядчиком должна составить 49,8 миллиона рублей. Это скидка, видимо. Ну, такая небольшая. А подрядчик должен будет обеспечить показ на телевидении сюжетов о деятельности руководства региона общим хронометражом 27 754 минуты. Попросили Институт математики РАН. Это 19 суток беспрерывного показа. А в шурме, да, это 12 с половиной порций. Блин, это гениально на самом деле. Что, купить рекламу по телеку? Да. Просто сделать выпуск на минуту. И купить рекламу, если за 2000 рублей, это же вообще, ну, как бы, бросовая цена. На самом деле, эта новость, почему привлекла мое внимание, я хотел привлечь внимание, скажем так, администрации регионов. К привлечению внимания. Что в 2020 году можно обратить внимание, опять же, на подкасты. Но на самом деле, просто, мне кажется, все вот закупают рекламу на телевидении, все эти сюжеты. Но зачем? Ведь есть сейчас много других форматов. Можно снять YouTube-сериал про какой-нибудь поселок тоже на берегу моря. Асбоксинг. Джубга. По которому уже рассказывали. Так вот, дорогу провели. Отбоксинг-джубги. Открытие дороги. Или 15 способов занять лежак на пляже в Сочи. Да. А топ-10 олимпиад, которые пошли в Кахнадарском крае. А почему до сих пор нету летсплея по Крымскому мосту? Ну, или обзоры. Да, дальнобойщики. Симулятор дальнобойщиков по Крымскому мосту онлайн. Даже вот смотрите, в Краснодарском крае живет семья девочки, которую сейчас Forbes поставила на третье место в списке самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров. Но это не очень релевантная будет рубрика. Кому интересно будет из ее аудитории смотреть на вопросы губернатору? Ну, это работа маркетологов, сделать его релевантным. Чтобы он тоже играл с ней в игрушки. Да. Это работа на новую аудиторию. Тогда губернатор... Будущих избирателей. Да, к тому моменту, как они подрастут, губернатор, правда, будет уже в Хорватии на своей яхте кататься. Возможно. Но у него тоже есть дети, и они тоже должны стать губернаторами. Поэтому он заранее устраивает персональный бренд семьи. В Орле появились электронные табло социальной рекламы, но как бы благие намерения разбились об автокоррект. Потому что на плакате, который сделала волонтерская организация «Волонтеры Победы», написано «Я започусь о ветеринарах вместе с волонтерами Победы». А на табло, я так понимаю, что фотография Витя Рана. Ну, там как бы... Витя Рана? Витя Рана, говорит мама, потому что когда он еще утром будет ее... Не-не-не, когда он рукой в салат лезет, он говорит «Витя Рана, подожди, сначала первая поешь». Right in front of my salad? Вы не видели этот мем? Нет. Right in front of my salad? Это есть разряд мемов, которые типа из порнофильмов взяты. То есть там берутся safe-for-work кадры, на которых нет как бы ничего предусудительного, и либо подписываются какие-то субтитры, либо... Ну, то есть, чтобы было смешно. А это реальная фраза из какого-то порно-ролика, где люди начинают как бы заниматься основным делом, которое есть в порно-роликах, а женщина заходит, это все на кухне происходит, и она говорит «Really? Right in front of my salad?» Так вот, да, на фотографии, ну, скорее всего, должен был быть изображен ветеран, и скорее всего, речь идет о ветеранах. Хотя теперь уже непонятно после того, как люди начали оправдываться. Не, ну, я так понимаю, что люди признали, что произошла ошибка. Ну да, они набирали на айфоне просто текст плаката, и айфон исправил. Да, и никто это не исправил. Ну, хорошо, что не исправил победы на полбеды. Агентство, которое готовило этот плакат, они стали оправдываться, что... А почему, типа, человек на фотографии, который изображен на этом плакате, не может быть ветеринаром? Почему он не может быть одновременно ветераном и ветеринаром? Да. То есть, типа, зачем вы нас обвиняете? Ветеран ветеринарных войск. Я просто не понимаю, зачем нужны эти оправдания. Почему нельзя просто сказать, да, ребят, мы ошиблись, исправиться, и все. Вот зачем нужны все эти постоянные оправдания и выдумки каких-то непонятных версий? Подобный случай уже был. В Петербурге была социальная реклама против наркотиков. Там на билборде, собственно, был фоном Петербург, разводные мосты. На переднем плане была пара. Они держали в руках бумажную карту. И фишка была в том, что нужно найти... Можно, типа, жить, искать дорогу без наркотиков. Но, естественно, провокаторы обнаружили, что в руках у них бумажная карта не Петербурга, а Праги. Ну, либо это же реклама против наркотиков. Только наркоманы по Питеру с картой Праги гуляют. В Рязани темные силы помешали зажечь главную городскую елку во время праздничного концерта. Это произошло, кстати, еще 10 декабря, но новости из Рязани до нас дошли только сейчас. В России с 2012 года выбирается новогодняя столица. Это как культурная столица Европы, например, выбирается. А зачем? Потому что актер, который играет главного Деда Мороза в стране, только в одном городе может находиться. Он тоже хочет путешествовать. На площади установили огромную елку, которую должны были 10-го числа торжественно зажечь, собственно. Пришел местный рязанский Дед Мороз. И не смог. И не смог зажечь елку. Он кричал «раз, два, три, наша елочка, гори!» Стандартная, как бы, фраза. И это не помогло. Это не хейт-спич? Почему? Ну, это называется... А если я буду кричать «Максим, гори!» «Раз, два, три, гирлянда на елочке, гори!» «Елочка, светись!» Был подключен патриотизм. «Раз, два, три, российская елка, гори!» Это тоже не помогло. Не помогло. Ну, потому что елка была, на самом деле, издание. Издание. Она не понимала по-русски. Она была по-датски попросить. Хрюк! А в чем в итоге была проблема? Злые силы. Коммунальщики. Взяли и выключили из розетки. Да. И никто не мог понять, в чем дело. Ну, смотри, на самом деле, по мнению мэра Елены Сорокиной, произошло следующее. Цитирую. «Вместе с новогодней столицей мы оказались в сказке, где всегда есть злые силы, и они хотят все напутать, все испортить. Но мы не дадим это сделать. Добро всегда побеждает зло». «Ты не пройдешь, Волан-де-Морт!» Вот продолжила она. На самом деле, ей вмешал злой брат-близне Деда Мороза дедлайн. Да, потому что не успели просто поставить. Они поставили елку в самый последний момент и просто не успели перед концертом намотать гирлянду. Перемещаемся на границу Украины и Молдавии. Что там в Молдавии и на Украине? Не знаю, мир и благополучие. И спиртопровод. Мир, дружба, спиртопровод. Уже третий спиртопровод на границе Украины и Молдавии обнаруживает службу безопасности Украины. А может, они снимали просто боевик? Каждый год выходит новый боевик. Спиртопровод-1, дальше спиртопровод-2, возмездие. Просто каждый год у сотрудников службы безопасности Украины, которые бухают на корпоративе, у них заканчивается бухло. Они такие, я знаю где. Я знаю место, где копнешь, и там как бы спирт потечет. Палку воткнешь в землю. И водочка польется. Обнаруживают их в нужное время. В пятницу вечером. Опустошают их и закрывают. В Одесской области обнаружили третий за последнее время, за три года спиртопровод, который нелегально используют для нелегальной контрабанды спирта через границу. А я правильно понимаю, что на стороне Молдавии стоит человек и высасывает с трубой алкоголь и приливает в бутылку? Он знаешь, он подсасывает, как выкачивает бензин. Да, да, да. Буль также нужно делать на каждую бутылку, и к вечеру уже... К вечеру все молдаване пьяные. Я знаю, что все скандалили, что на газопровод там стоит врезки. А вот здесь есть какая-то врезка? Местные жители. Да. В пивке есть там скорее. Такая, как березовый сок такой, пока не стекает. Нет, он просто... А может, он идет, и у него через сочленение труб немного протекает. Да, да, немного протекает. И там стоит ведерко такое под этим местом. Ну, для Михалыча. Да. А вообще, возможно, что эти спиртопроводы еще древние греки построили в Одесской области. Следующая новость, по-моему, гениальная. Гениальная в своей... Это, знаете, мне кажется, новость, по которой можно было снять какой-нибудь фильм трэшовый. Помните, был фильм «Кингсман», где злоей я какое-то придумал устройство, которое взрывало голову людей или что-то такое. Сим-карты были. Доктор Зло придумал наклонные унитазы. Рубрика «Туалетный юмор». Так и что произошло-то? Туалеты наклонные. Что это значит? Это значит, что они устанавливаются под наклоном. Значит, что сиденье унитаза не горизонтально, то есть не перпендикулярно вертикали. Господи, что ты... Ну, потому что мы живем во Вселенной, где горизонтально и вертикально параллельны. Да. Мы в прошлом выпуске это выяснили. Под углом 13 градусов горизонтали вниз устанавливается сиденье. То есть под наклоном ты скатываешься. Да. И фишка в том, что для того, чтобы... Что нужно успеть сходить в туалет до того, как ты скатился вниз. До того, как у тебя будет судорога в ногах. Да. И ты скатишься вниз. Тебе напрягаются мышцы ног для того, чтобы удержать свой вес. Звучит, как будто это... Что-то разумное. Ну, не так неудобно. Не знаю, мне кажется, это довольно неудобно. Предприниматель... Вот чтобы это было неудобно, надо еще делать какое-нибудь покрытие у стульчака. Из наждачной бумаги. Из масла. Чтобы быстрее скатываться. Сливочного. Чтобы вот ты не мог просто как бы закрепиться. Чтобы тебе надо было упереться руками и ногами в стену противоположных. Да, и чтобы со спины еще был какой-нибудь типа шип. Нет, чтобы сзади пресс, который тебя сталкивает потихоньку. Мне кажется, мы придумали устройство для Индиана Джонсона нового фильма. Сигнал, давай быстрее, давай быстрее, давай быстрее. Причем как внутри, так и снаружи. Там кто-то сидит. Там кто-то сидит. Там кто-то сидит. Почему кто-то? Там транслируется твое фото. Когда ты заходишь, ты карточку ID прикладываешь, да? И на кабинке вместо двери, да, огромная твоя фотография. Твоя фотография и таймер. Сколько ты там уже провел? Ну смотри, предприниматель Махабир Гилл, который якобы придумал это устройство, он надеется побороть самую главную проблему человечества и британской экономики. Долгие перерывы работников обходятся экономикой в 4 миллиарда фунтов в год. Подожди, но это же физиологическая необходимость. Многие пользуются ей неправомерно. Я знаю гораздо более дешевый выход из этой ситуации. Памперсы. У тебя есть перерыв на обед, в который ты должен... Не, ну смотрите, в российской экономике то, что пытается искоренить британец, это перекур. Да. Потому что у нас все выходят покурить там минут на 15-20. Надо просто разрешить курить на рабочем месте. Блин, я так ненавижу этих людей. Господи, у меня сейчас будет крик души. Простите меня, мои коллеги, но, короче, они сейчас... Но я вас ненавижу. Да, я вас максимально ненавижу, потому что сейчас есть тренд, что курильщики переходят в электронные сигареты, которые уже, там, я не знаю, курят, парят, дымят или как это еще можно назвать. Они тебя парят, скажем так. Да. И они меня конкретно парят, потому что они перешли на джул, потому что запаха там почти никакого нету. Я просто ненавижу это. Я тоже не понимаю. Просто люди сидят, ты с ними разговариваешь, они курят тебе в лицо. Ничего, сейчас приравняли же электронные сигареты. И что? Ну, значит, будет такой уж точно запрет на них распространяться, как и на... Ну, если все в компании курят... Нет, ты не можешь, ну, то есть это запрещено будет трудовым кодексом. Да, я тоже, когда сижу в ресторане и через два столика кто-то свой сраный джул курит, я так ненавижу это говнище. Это просто эта вещь, которую, наверное, я больше всего на свете ненавижу в этом месяце. А я напоминаю, что мы обсуждаем наклонный унитаз. А, ну, то есть, чтобы тебя еще больше выкурить из кабинки, там будет джул просто распыляться. На самом деле, я так понимаю, что это все как бы шутка, потому что нигде информация про эту... Про эту компанию и про этого человека нигде информации ни на LinkedIn и нигде, кроме СМИ. То есть, скорее всего, это просто какой-то... Он из будущего. Ну, возможно. Скорее всего, это какой-то производитель сантехники делает вирусную рекламу, да? То есть, ты хочешь сказать, Максим, что в какой-то момент человечество погибнет из-за того, что кто-то слишком много времени провел в туалете? И он решил, да, вернуться в прошлое и изменить это. А все началось с того, якобы, что этот автор идеи увидел спящего на унитазе сотрудника. Ну, это, кстати... Ну, много вопросов. Нет, я допускаю, что можно спать на унитазе, окей. Просто во многих компаниях... Вопрос, как он его увидел? Ну, он проверял каждый день, делал свой обход по всем туалетам своей компании, заглядывал, ходит со стульчиком, ставит его, встает и сверху смотрит. Ну что, Джим, как жена? Как дети? Все хорошо, да, как обычно? А, ну ты в 11, как всегда, да. Блин, это местный СОДД, получается? То есть, у тебя есть только 5 минут на... Да, на оплату. На бесплатное пребывание в туалете. У тебя вычитается дальше из оплаты. Я бы даже сказал, ровно 5 минут назад. Окей, да, ладно. Как вам бумеранг, который к вам вернулся через год? Это был референс на наш спешл для Бори, который мы записали ему как раз примерно год назад. Ну, я не помню. Да, и там была шутка про... Что сказал фараон проктологу? Ну, ровно 5 минут назад. У фараона есть песня про ровно 5 минут назад что-то произошло, а... Чушь какая-то. Господи. С кем я работаю? Да. А что хуже, Олег, это или когда Джул курит у тебя на рабочем месте? Ну, Джул, конечно. Что хуже, Олег, это, Джул или девятый эпизод «Звездных войн»? Все еще Джул. Но девятый эпизод «Звездных войн» конкурирует. Очень близок. Сейчас порошок-пирожок от Максима. Жить в Краснодаре очень сложно. Как телевизор не включи, то губернатор-тревел-блогер, то делает тройной тулуп. Это был подкаст «Мандай фарш». Мы вас любим, ценим. Пожалуйста, оставляйте нам отзывы в эпал-подкастах. Если вам есть что нам сказать, пишите нам mandaysobakabrainstorm.fm. Мы всем стараемся отвечать. Подписывайтесь на наш YouTube, оставляйте там комментарии. Мы всегда рады обратной связи. Мы вас любим. Всем пока. Производство брейнстор-машин.